В ближайшее пленарное заседание я могу сказать о том, что это будет или 6 или 9 числа. Я думаю, что 9 июня состоится рассмотрение в первом чтении. При этом это тоже отдельная процедура, которая прописана бюджетным законодательством. Перед рассмотрением будет выступать представитель правительства. Я думаю, что это министр финансов. Представитель правительства будет докладывать в целом об экономической ситуации. Он будет говорить об основных параметрах. Почему правительство предлагает именно такие изменения и будет просить Государственного Думы поддержать в первом чтении. Вторым, и это всегда так, выступает руководитель счетной палаты Российской Федерации. Безусловно, счетная палата, как всегда, очень корректно и очень обоснованно будет давать свою версию основных параметров. Она даст информацию, это я говорю, Татьяна Алексеевна Голикова. Она будет говорить о том, каким образом исполнялся принятый бюджет, каким образом правительство перераспределяло. Вы знаете, ведь очень важным в бюджете является парламентский контроль. И фактически все расходы правительства сразу же разделяются по разделам, под разделам, целевым статьям. И любое перемещение этих расходов, оно возможно только внесением изменений в бюджет. То есть это делают парламентарии, это делают депутаты с подачи правительства. И есть только очень небольшие расходы, где в силу целого ряда причин Государственная Дума дает право и полномочия правительству самим перераспределять, вносить изменения в так называемую бюджетную роспись. Так вот, мы еще должны заслушать, каким образом правительство использовало свое право, полномочия, и как эффективно это перераспределилось. И вот после того, как выступает официальный представитель правительства, после того, как выступит счетная палата, начнется обсуждение. Обсуждение, безусловно, выступает комитет, это наш комитет. Далее выступают все фракции, свою позицию говорят, да, и далее начинается голосование. Это, я думаю, будет 9 числа. Это будет совсем скоро, потому что по закону времени не так много, 25 дней. Следовательно, это будет 9 число, и там будет где-то 7 дней на то, чтобы депутаты вносили поправки. Поправки вносят только депутаты. Конечно, и правительство может внести поправку, те, кто имеют право законодательной инициативы, но вместе с тем основные поправки формируют депутаты. Дальше идет обсуждение поправок в каждом комитете, комитет по бюджету, и снова начинается второе чтение. Основные, получается, будут дискуссии между первым и вторым чтением? Ну, самая главная дискуссия – это первое чтение. Это когда выступают все фракции, оценка правительства. Но сам по себе обсуждаемый вопрос, он не большой, но глобальный. Это основные параметры бюджета – доходы, расходы, потому что цена вопроса очень высока. Если мы проголосовали за эти расходы, мы в пределах только этих расходов уже можем обсуждать. То есть мы можем не согласиться, например, с предложением правительства направить туда-то, и говорим о том, что актуальнее есть другая тема. Вот, в целом, это так. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ». Продолжение следует… Продолжение следует… Продолжение следует…